После того, как появился этот пост, сразу Стрелкову и Гиркину начали прочить судьбу Пригожина. Вот вы видите здесь какие-то параллели, или это абсолютно две разные истории? Абсолютно две разные ситуации. Это сравнить, да, что-то там с пальцем. Ну, то есть совершенно разные вещи. Пригожин, Гиркин, это был приближённый Путин, олигарх, миллиардер. У него была своя частная армия. У него была куча купленных людей в силовых структурах. Он реальную угрозу представлял Путину. Гиркин Стрелков — это маргинал, фрик, абсолютнейший, который не представляет никого, кроме себя. Это ещё, может быть, длинное количество таких же отморозов. Так что даже его клуб этих рассердных патриотов в большинстве своём отрёкся от его инициативы, потому что они там просто перетрухали, перепугались. Так что Гиркин Стрелков — это такой абсолютно несерьёзный персонаж. Я уже говорил, что он может пригодиться российским властям в случае, если нужно будет какие-то шаги навстречу Западу делать, попытки договорняка. Можно будет Гиркина выдать, потому что он никому не нужен в России. И я думаю, что не так уже много он и знает. Так что его можно выдать в гардер, чтобы не выдавать более серьёзных персонажей. Кстати, вот о Пригожине. Социологи говорят о том, что его ликвидация, по мнению многих россиян, она стала одним из таких важных событий августа. В то же время одна социологическая группа, сейчас не вспомню какая, проводила тоже опросы. И по этим опросам оказалось, что 40% вообще не знают, что произошло с этим самолётом, и вообще не знают об этом инциденте. Вот о чём это может свидетельствовать? О Пригожине уже забыли в принципе за эти два месяца? Это может свидетельствовать только о полном идиотизме, я просто другого слова не могу подобрать, значительной части российской аудитории, прежде всего телеаудитории. Я тоже общаюсь, я уже сказал, я общаюсь с людьми, которые живут в России, и есть у меня такие там дальние и прочие родственники пожилые, которые сидят на телегле и смотрят телевизор. Они знают не просто, скажем так, они не знают ничего, кроме того, что говорят по телевизору, они знают только, апеллируют только той информацией, которая педалируется на апагандистских телеканалах. То есть если информация не педалируется, не повторяется бесконечно, то она как-то проходит мимо них. То есть они, например, да, слышали о мятеже Пригожине, слышали, что у него там, это были пропагандистские фильмы, что у него там изъяли из дома какие-то золотые слитки, что-то там такое, я уже, честно говоря, не помню, какие-то его портреты, они про это слышали. А, например, про то, что ему вернули всё это, они не знают. И то же самое здесь, с этой катастрофой. Эта тема на российском телевидении не педалировалась. Не педалировалась, и там много очень бы всяких было тень на плетень, напускалась и всякой дезинформацией сливалась, чтобы пока тщательно запутать телезрителей, чтобы они не понимали, что к чему. Вот в результате часть вообще не въехала, что-то произошло, а часть не может понять, что произошло. Кто его убил, и убили ли его, а что произошло, и Пригожин ли там летел или не Пригожин. Главное, чтобы для власти нужно, чтобы российского обывателя было полное муди в голове, и тогда он будет ручной, управляемый, и не будет задумываться над тем, что его дурят просто как галимого лоха. Ещё один персонаж вот в этом контексте – это Суровикин. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники, которые близки к российскому Минобороны, сказали о том, что предположительно Суровикин был освобождён. Понятное дело, что эта тема не осталась без внимания тех же российских пропагандистских СМИ. Они начали задавать вопросы Шойгу, начали задавать вопросы Пескову, но ни Шойгу, ни Песков никто по этому поводу высказаться не захотел. Значит, Шойгу оставил без ответа вопрос о возможном расследовании относительно Суровикина, и когда сегодня во время брифинга журналисты у Пескова спросили, можно ли ему аналогичный вопрос задать, тот сказал, что нет, нельзя. Что происходит вокруг Суровикина? Эта тема табуирована? Почему-то боятся говорить об этом вслух Песков и Шойгу. Да, тема вообще какой-то фронды в армии, она табуирована. Путин очень сильно боится силовиков. Он как человек, который воспринимает мир через силу, и сам пытается вести диалог вообще с кем бы то ни было, разговор вообще, контакты какие-то им только в позиции силы, он, естественно, силовиков больше всего боится. А бывает, что он, конечно, боится гораздо меньше. Поэтому он боится какого-то раскола в Министерстве обороны и пытается они все это по привычке замести всю пыль под ковер, чтобы никто об этом не знал. Однако скрыть это невозможно. Понятно совершенно, что Суровикин был, скажем так, сотрудничал активно с Пригожиным, и за это был лишён своего поста. Видимо, его решили не сажать. Опять-таки Путин своих бояр сажает редко. Вот только вот в случае, когда совсем уже они отморозились, как Пригожин, это редчайший, конечно, случай, его убили. А так вообще, потому что Пригожин просто лично угрожал Путину своим мятежом, по большому счёту. А так старается своих бояр. Путин не из тех царей, которые казнят бояр. Он старается, по крайней мере, если уж его удалять, то только на «заслуженную пенсию». В кавычках «заслуженную», естественно. Так что я думаю, что с Суровикиным дело закончилось, что его просто выгнали из Министерства обороны. Именно потому что Герасимов тоже не хотелось, боялись его и не хотели с ним сотрудничать. Боялись, что он их подсидит. Что он активно и делал, пока Пригожин был силён. То же самое и с другими некоторыми генералами, которые тоже поминались в связи с делом о мятеже Пригожина. Бунт генералов вообще возможен или нет сейчас? Очень, крайне сомнительно. Я думаю, что нет. Дело в том, что в России, наверное, с восстания декабристов, или, ну, в крайнем случае, с гражданской войны, да, с гражданской войны, наверное, всё-таки, 17-го, 20-го годов, генералы никакую роль в политике, большую роль в политике не играли. Они были всегда в подчинённом состоянии. Их уничтожал, кошмарил Сталин совершенно по-чёрному. Они покорно шли на Колымо и под расстрелы, не пытались даже поднять против него восстание. Унижал Хрущёв в лице Жукова и других. Они тоже это всё терпели. Но когда они могут выстрелить? Они могут выстрелить, когда политическая верхушка привлекает их для своих внутренних разборов. Так было, например, с делом Берии. Да, когда, как мы помним, заговор был политической верхушки, Хрущёва, Маленкова, Молотова и прочих. А использовали они для ареста, для фактически устранения Берии военных, Жукова с компанией. То же самое участвовали генералы и в отстранении в лице министра обороны, по-моему, Малиновского тогда, в отстранении в 1964 году, в 1964 году Хрущёва от власти. То есть генералы, может быть, ему смогут сыграть роль какую-то, но и роль подчинённая. Если в политической верхушке созреет какой-то политической верхушке, в бизнес-верхушке созреет какой-то мощный заговор против Путина, туда же могут привлечь и силовиков, в том числе и генералов из Министерства обороны, которые недовольны засилием Шойгу и Герасимова, людей, непопулярных в Министерстве обороны, не только в обществе, но и среди военных. Да, их тогда каких-то генералов второго ряда, может быть, и привлекут к этому заговору. Субтитры создавал DimaTorzok